За минуту около пяти человек очередь в столовой 56-й школы Ярославля уменьшается за считанные секунды. Пирожки для перекуса здесь на расхват. Плотный завтрак, впрочем, тоже. Сладкие оладьи из опеканки, говорят работники, нынче не так популярны. Завтрак дети любят, конечно, лучше всего сосиски, макароны. Едят картофельное пюре с байзолью, с котлетой. Любой котлетой едят. Ну и, конечно, выпечка. А вот выпить предпочитают сока. Впрочем, выбор достаточно большой. Чай, компот, какао. Но один пункт из меню все же исчез. Цикорий оказался не по душе многим школьникам. Фотографии напитка несколько недель гуляли по соцсетям. В итоге от него пришлось отказаться. Организаторы питания всерьез расстроились. Я же говорю, у меня слезы из глаз. Не надо плакать, надо добиваться. Всем рассказывать. Мы так разрабатываем. Вы нас накормите. Хорошо, пожалуйста. С мэром не поспоришь. Новое меню лучше изучать на голодный желудок. Поэтому, насмотревшись на детей, вся комиссия оказалась за столом. И если процент питания сегодня составил 100, то в учебные будни это число чуть меньше. Однако во всех школах города не ниже планки в 50%. Мы в первую очередь хотим добиться, чтобы 100% детей питалось в школах. Был максимальный охват именно 100%. И чтобы питались качественной и здоровой пищей. Это самая главная задача, к которой мы все вместе идем. Вторая, не менее важная задача уже выполнена. Все школы города с конца октября используют новый способ оплаты. Наличка при этом не исчезла. Единица сейчас питается за наличный расчет. Основная масса детей уже перешла на безналичный. Потому что у детей это становится модно. Дети чувствуют себя взрослыми. Для детей это своего рода игра. Однако родители не спешат так радоваться. Вопросы к безналичному расчету еще остаются. Самый главный вопрос, наверное, возникал у родителей. Если будет вдруг потеряна карта ребенка. Как быстро они могут получить новую карту. И не воспользуются ли этой карточкой другие дети. Вот этот вопрос возникал. Поэтому карточка должна быть все-таки защищена. Таких казусов еще не было. Но доработка системы продолжается. Между тем, итог проделанной работы заметен уже сейчас. Число питающихся в школах возросло. Власти задумываются о новых вершинах. Например, у мэра появились мысли о шведском столе. А в Госдуме уже обсуждается проект о переходе на абсолютно бесплатное питание для учеников начальной школы. Софья Кременецкая, Сергей Ватин. День в событиях.